Всем привет! Мы приехали отдыхать в Софрино парк. Вот это я вам показываю ванную комнату нашу. Вот раковина наша такая. Я здесь уже кое-что положила из нашего инвентаря. Душевая кабина, туалет, полотенце для ног, туалетная бумага. В общем, обычная такая вот ванная комната туалетная. Дверь, свет, выключатель. Выключается и здесь, и там. Вот ключик от нашего номера 409. Дальше у нас тут идет шкафчик. В шкафу у нас самокат Катькин, наша обувь и куртки. Сюда мы ничего не ставили класть. Здесь у нас все обувь, всякое такое. Значит, вот начинается наш номер. Мы просили детскую кроватку Манеж. Нам вот такую вот поставили. Только видите, вот она как бы на высоком достаточном уровне, потому что ребенок у нас взрослый. Поэтому я, конечно, немного переживала, что она может перевалиться. Мало ли, ночью встань и перевалится. Но у меня сон чуткий, так что все нормально. Горшок какой-то мы с собой взяли. Вот такая вот тумбочка. Наши сумки, вещи тут. Мы не стали их разбирать, потому что мы приехали ненадолго. Вот такая вот кровать большая для взрослых. Ну, такой интерьер. Здесь зебра на картине. Выключать ли, включать ли от вот этих вот ламп. Также люстра включена. Все в интерьере зебры. Такой уютненький номер. Есть один стул. Зарядки. Рядом с телевизором мы нашли. Вот здесь можно мультики включить. Катьки сейчас пока включили, потому что еще пока рано. Скоро надо будет идти на завтрак. Вот это мы тут телефоны заряжали. Так, дальше подоконник. Подоконник очень широкий. Плохо, что тут нет холодильника. То есть, в общем, я хотела сделать холодильник из балкона. Вон у меня там творожки лежат детские, потому что Кать встает рано. Но я завязала. И, в общем, это все дело перевалилось туда вниз, а балкон не открыть. Катенька, сейчас пойдем кушать. Вот, а здесь детский ограничитель стоит, который самостоятельно. Мы не можем убрать. Мы ходили на ресепшн, и они сказали, что надо писать расписку для того, чтобы вот они открыли этим ключом специальным. У них уборщик сходит, открывает ключом. Я говорю, а вы можете нам ключ оставить? Мы сами, типа, будем открывать, закрывать. Они, типа, говорят, нет. Мы либо открываем, либо закрываем. Видим, у них один ключ на всех. Мы находимся на четвертом этаже. Как видите, балкон тут такой совковый прям. Вообще такой, знаете, старое здание и санаторий. Но номера приятные все равно. Очень уютные. И, собственно, вот вид на лес. Сегодня дождик, дождливая погода. Сегодня 17 мая. Мы отдыхаем в отеле «Две звезды» «Софрена Парк». По купону «Биг Леон». 4 дня, 15 тысяч. Здесь есть бассейн, детский, там, хамам, баня. Все включено, еда. И выпить можно, бар есть. Так что, вот так вот. Катюш, отходи. Я сюда пыталась руку просунуть. И чем я туда только не пыталась залезть, чтобы достать вот этот наш пакетчик. Но придется, видимо, писать расписку, чтобы нам открыли. Так что, вот такой вот номер у нас очень уютный. Ну, в принципе, в чем мы, в номер, что ли, приехали сидеть? Кормят, в принципе, хорошо. Скоро пойдем на завтрак. Покажу, что дают на завтрак. Вот, покажу вам быстренько территорию. Мы находимся вот здесь. Здесь, кстати, очень тепло, очень жарко. Здесь же находятся и рестораны, где подают бесплатно выпить. И также столовая, то есть где обед, завтрак, ужин. Вот здесь вот бассейн находится. Здесь, кстати, где-то живой уголок. Я не знаю, успеем ли мы все пройти или нет. Мы ходили вот только вот. Вот парковка, кстати, здесь вот машина стоит. Ну, в общем-то. А вот здесь вот где-то вот, по-моему, не знаю, где-то здесь вот отель 4 звезды. То есть тут на территории два отеля. Территория, в принципе, достаточно большая. Что входит в стоимость нашего тарифа? Значит, завтрак подается с 8 утра до 10 утра. Обед подается с часу дня до 15.00, до 3.00. Значит, ужин подается с 6 часов вечера до 8 вечера. Ну, там с 11 до 12.30 чай кофе выпечка. Это все там же. Вот этот ресторан Стокгольм. Это, так скажем, столовая наша. Потом с 4 до 5.30 чай кофе выпечка, печенье, мороженое ресторан. Там же, то есть это все, столовая, безалкогольные напитки с 11 до 9.00. Это, я так понимаю, все там же есть, вот алкогольные напитки. Хотя, наверное, нет. Это, знаете, это, наверное, в ресторане Форест. Это как раз ресторан Форест. Там с 11 утра и до 9 вечера подается вино, пиво, водка, игристое вино без ограничений. То есть, ну, как бы все включено. У нас такие браслетики. Значит, дальше. Настольные игры по запросу на ресепшн там можно, я так, меня попросить поиграть. Потом дальше с 8 утра до 9 вечера посещение спортивного бассейна и мини-сауны. Санитарный час с 2 до 3. СПА-парк. Для посещения необходимо предварительно записаться. Мы туда, кстати, ходили, да. То есть, ну, это вот здание, все там у них находится. И бассейн, и СПА-парки. Но они сказали, позвоните, запишитесь. То есть, мы, в общем, позвонили, записались. Так что сегодня пойдем. Ну, при себе иметь там шапочку, бла-бла-бла. Тут можно и попариться. Там вот, да, там, хамам, что-то такое, баня. Дальше с 8 утра и почти до 10 вечера посещение тренажерного зала. Ну, есть тоже санитарный час. Один час в день на человека прокат велосипедов и самокатов. Подробные сведения можно уточнить в спорткомплексе. Анимационная программа на территории парка. Расписание уточняется на ресепшн. Ну, и при возникновении вопросов можно позвонить и узнать. То есть, в принципе, ну, за 15 тысяч очень даже неплохо. Так, въехали мы в понедельник. Заезд с 5 вечера. То есть, начинается. И выезжаем мы в четверг после трех. То есть, ну, как бы до трех часов, это максимум, мы здесь находимся. То есть, ну, как бы, ну, четыре дня, да, так. Ну, два дня полных. То есть, ну, мы вчера успели посидеть и в ресторане, и сходить покушать. И погулять мы успели, потому что мы все-таки с ребенком, мы долго не можем гулять. Но тут все с детьми, я прям так посмотрела. Ну, такой спокойный семейный отель. Прям очень много семейных людей с детьми. И тихо ночью. То есть, прям красота, тишина, свежий воздух. Прекрасно, в общем. Вот такой вот коридор. Мы, наконец-то, вышли к завтраку. Катя, гладили на досках. Утюг можно погладить. Саша. Так. Не знала. А, тут еще кулер с водой вот есть. А мы сейчас пойдем на лифт. Вот наш номер. 409. Есть лестница. Ну, лифт такой старенький тоже, совковый. Ну, вообще, здание такое, знаете, старенькое. Вот тут какая-то программка висит. Вчера была она 16 мая, сегодня 17 мая. Вот. Мы приехали на первый этаж. Значит, вот такой вот ресепшн здесь. Сюда мы, собственно, подходили для заезда. Ну, сейчас пока еще никого нет. Раннее утро. Здесь убирает. Здесь выход вот такой. Видите, там самокаты кто-то с собой взял, тоже поставил здесь. Но мы взяли в номер самокат. Здесь что-то. Тоже. Какой-то экран. Вот. Аппарат с водой. А мы идем туда. Вот. В сторону столовой. Нам надо дойти до самого конца. Здесь можно точно так вот посидеть, отдохнуть. Столики. На улице. На улице никто не сидит. Я так понимаю, Катька, ну, как бы, бесплатно сидит вот в этом самолетике. Вот лестница, кстати. Это лестница на второй этаж, где находится столовая. Кафе Стокгольм называется. Тут такие какие-то настольные грязи. Вообще-то там где-то было указано, что что-то из этого и бесплатно. Надо идти на ресепшн. А вот Форест ресторан. Он пока еще закрыт. Здесь, ну да, это бар, точнее. Это не ресторан, это бар. Ну, мы попозже сюда зайдем, посмотрим. Здесь можно выпить. Здесь вот еда платно уже. А выпить бесплатно. Вот. Собственно говоря, там вот туалет. Катьке понравился самолетик. Пытались мы что-то сюда засунуть 30 рублей. Две десятки по 10 рублей. Ну, как бы, две монеты по 10 рублей и две по 5. Ну, он все плевает. Вообще там странно какая-то валюта нарисована. Непонятно. В общем. Может, надо, конечно, на ресепшн не узнавать. Но сейчас вообще там никого еще нет. Ну, Катьке и так нравится. Вот такая вот столовая только что открылась. Сейчас будем набирать покушать. Кое-что набрали тут из еды. Вот творожная запеканка. Так, Катя, аккуратно поймала. Катя ест творожную запеканку такую. Так, Катенька. Давай-ка я тебе на кусочек сейчас поломаю. Вот так вот. Я еще не все взяла, потому что с Катей, конечно, особо так быстро не возьмешь. Вот тут вот йогурт. Я туда накидала всякое такое. Такое вот капучино здесь. Там кофемашина стоит. Сейчас покажу, что тут подают на завтрак. Значит, сыр и ассорти. Вот такие вот буженинка. Очень-очень вкусная. Ветчина тоже. Всякие кетчуп, сметана, майонез, горчица, хрен. Здесь вилки-ложки, помидорчики, свежие овощи, помидоры маринованные, морковка по-корейски. Так, дальше у нас отварные яйца и оладьи. Оладушки очень вкусные. Блинчики, кстати, тоже очень вкусные. Слушайте, знаете, тут все так вкусно, прям просто божественно. Творожная запеканка очень вкусная, нежная, прям мне очень понравилась. Это омлет идет такой. Сосиски жареные, сосиски отварные. Вот это, видимо, жареные сосиски, а это сосиски отварные. Дальше идет каша. Овсяная, гречневая. Она, видимо, находится вот здесь. Да, вот так вот. Можно набрать кашки. Берешь тарелочку, набираешь кашку. Масло сливочное. Такие вот чашечки для йогуртов. Тут вот шоколадные шарики, кукурузные хлопья. Значит, это тут мед, изюм, курага, чернослив сгущенную, молоко, варенье. Тут, значит, молоко, йогурт, какао. О, тут же какао есть, ничего себе. Значит, вафли, печенье, баранки можно взять. Хлебушек. Это чай. Тут, точнее, кипяток. Можно взять чаек, налить. И кофемашина. В общем-то, в принципе, это все на завтрак. По-моему, очень-очень даже хорошо. Наливка я себе какао. Вот. Такой вот у нас завтрак. Все очень-очень вкусно. Мы вышли на прогулку. Надо было взять резиновые сапоги. Потому что дождь прошел. Лужу налил. Самогат мы решили оставить. Вот такая вот тут красота. Территория. Сейчас я вам еще раз покажу. Наш корпус. Такой стандартный корпус санатория. Видите? Одно окно, один номер. Здесь такая основная дорога. Там вот за шатром отель 4 звезды. Ну и вот, я так понимаю, это основная дорога. Видите, какие тут склоны крутые? И вот этот склон прямо вниз идет. То есть вот самокат страшно давать Кате. Она тут вчера так разогналась. Мы за ней бежали. В общем, жуть. Страсти просто какие-то. Поэтому она очень хочет самокат и просит его. Она его увидела, начала плакать. Но нет. Слишком опасно. Очень тут крутые склоны. Где можно достаточно сильно разогнаться. А впереди там прудики. Сейчас мы к ним, собственно, идем. Живой уголок с 11. Поэтому хотели мы что-то в живой уголок зайти. Но он еще не работает. Тут такие прикольные качели, кресла, в которых можно посидеть. Но, к сожалению, видите, мы попали не очень в удачную погоду. Идет дождик. И вообще май очень холодный. Давно не было такого холодного мая. Здесь есть рыбалка. Видите? Туда, я так понимаю. Но вот это искусственные прудики для рыбалки. Там даже кто-то стоит, я смотрю, и ловит рыбу. Катюш, качели увидела. А они все сырые. А тут лавка с поплавками. О, какой наклон. Это наш корпус. Вот, кстати, сетка желтая. Это для волейбола. Песок привезенный. Как бы пляжик сделали такой. Лежаки. Но, видите, мы в такую погоду попали. Что не позагораешь. И ничего. Но, в принципе, все равно хорошо свежо. Нет, все равно очень здорово. Очень красиво. Спокойно. Не надо думать о готовке. Об уборке. Отдыхаешь себе. Да, и очень мало отдыхающих. Прям никого нет. Здесь еще на территории есть вот такие вот беседки. Беседка средняя. Вот я вижу, что тут написано. Мангалы. А там вон печка. Тоже так посидеть. В компании отдохнуть. Ну вот мы, кстати, идем вверх. К отеля «Четыре звезды». Вот здание бассейна. Один бассейн открытый. Прямо на свежем воздухе. Наверное, отсюда не видно, но там плавают. Температура воды 34 градуса. То есть очень теплая. А? Там дети даже. Ничего себе. Здесь не плавают. Представляете, в открытом бассейне. Видать, очень тепло. Ну, 34 градуса. Это тепло. Оказывается, тут где и бассейн. Корпус с бассейнами. Тут, оказывается, есть детская комната. Вот. Мы сейчас ее нашли. Записались в нее бесплатно. И Катька будет тут лазить. Вот прям вон как. Сколько всего интересного. Кухня. Игрушки какие-то. Во. Здесь такая кухня прикольная. Такие мягкие овощи. Кать готовит супчик. Да, Кать? Супчик готовим. Зашли тут еще в одно место. Здесь, как бы, кофе-брейк такой. Баранки, пирожки с яблоками, печенье, вафли. Можно попить чайку. Кофе, вот. Опять же, кофемашина такая же, как и там. Ставишь чашку, выбираешь. Там капучино, латте или что, американо. Вот здесь, кажется... А нет, здесь ничего нет. Это просто. Просто. В общем, тут можно попить чаек. Нужно молоко, Кать, и горячее. Давай молочко, и горячее. Тут даже вот молоко есть горячее. Смотрите. Хот милк. Так, ставим чашечку, нажимаем. Во. Молочко с печенечком сейчас. А то нам сейчас, Катя, надо спать и вкладывать обед, получается, Катька пропускает. У нее сон в обед. Знаю, конечно. Надо будет что-то ей с обеда принести, покушать. Уложила Катю спать. Вот взяла себе белое сухое вино. Это бесплатно. Значит, это вот такой вот ресторан Форест, где есть и за деньги, где есть и бесплатно. Сегодня народу побольше, поэтому я так по-быстренькому сниму. Вот тут интерьер. Можно тут очень приятно посидеть. Ресторан, по-моему, работает до 9. Сейчас я выпью белое сухое для аппетита и пойду на обед. Время обеда. Показываю, что подают. Вот такой вот салат волжский с сыром, не с беконом, с ветчиной. Салат крабовый. Салат витамины с яблоком. Ну, как обычно, кетчуп, сметана, майонез, горчица здесь. Огурчик. Значит, помидоры маринованные. Это вот такие вот. Морковка по-корейски. Дальше идут кабачки тушеные со сметаной. Я себе взяла вот таких кабачков попробовать. Смотрим далее. Ну, макароны. Давайте посмотрим. Ну, обычные макарошки. Так, дальше рыба, жареная с луком. Такая вот рыбка, смотрите. Следующим идет дело. Картофель Пушкин. Такой вот картофель. Азу из говядины. Такой вот спадливый, хорошенький такой. Куриное бедро отварное. О, прям сжареная, я бы сказала. Написано отварное. Далее куриный бульон. Здесь вот открыто. Суп харчо. Я себе взяла суп харчо. Можно положить зелень. Ну, такие сухарики. Курочку дополнительная, если хочется. Также тут подают компот из красной смородины. Фрукты. Апельсины, груши, яблоки. Ну, все так же. Печенье, вафли, баранки. Хлеб. Вот тут вот черный. Тут белый. Ну, и тут, собственно, все то же самое. Напитки. Чай, кофе. Так что буду сейчас садиться кушать. Так что всем, кто тоже собрался, приятного аппетита. Теперь осталось время ужина. Кстати, после обеда мы пойдем в бассейн. Сейчас я обедаю одна, потому что, как я уже сказала, Катя спит, у нее тихий час. Потом будет обедать Саша. Вот такой вот суп харчо. Давайте посмотрим, какой он. О, какой хорошенький. Прекрасный. Вот это, что я себе взяла. Приятного аппетита всем. А он с детьми тоже. Сейчас что-то никого нет. Мы пришли в бассейн. Вот этот бассейн вообще 25 метров. Но мы записывались в детский бассейн. Еще плюс открытый бассейн. И вообще, кстати, только на входе оказалось, что он платный. Нам сказали, типа, с вас 2000. Но мы как бы заплатили, но мы вообще такого не ожидали. Завтра будем записываться и узнаем поточнее вообще, что да как. И скажем, что нам типа бесплатный. Это, наверное, вот в этот. Кать, пошли. На, пошли. Нам в другой бассейн. Вот, сказали идти по синим следочкам. И мы выйдем в этот бассейн. Открытый бассейн. Короче, платное это мероприятие, а не бесплатное. Вот все. Будем записываться. Сегодня мы будем звонить, записываться на завтра. И скажем, что вот нам вот надо вот прям бесплатно. Потому что на самом деле нам никто вообще про это не говорил. Это прям была вот неожиданность при самом входе. Хотя как бы так. Нам вниз надо. Вот мы пришли в открытый бассейн. Смотрите, как здесь интересно делается. То есть вот туда проходишь. И туда, значит, заплываешь, купаешься. На улице 34 градуса. Я сейчас встретила Сашу. Говорит, что очень-очень тепло. Вот здесь такие лежаки. Крытые. А тут вот бар. Слушайте, ну очень прикольно. Я не знаю, платно в баре или бесплатно. Вот. А здесь, собственно, вот такой детский бассейн. Сейчас Катька тут поплавает. Вода. 35. А воздух 24. Мы тут, значит, расположились. Давай, отпускай мамку. Кать, отпускай маму. Давай, держись. Держись. Кать, не бойся, мама тебя держит. Кать. Катюш, ты не бойся. Давай, мама тебя держит. Отпускай маму. Короче говоря, это супер-мега бассейн. Здесь в нем очень тепло. Просто как в горячей ванной. Говорят, что он и зимой работает. Ух, я прям вышла. Мне очень холодно без бассейна. Поэтому я просто вышла показать. Сейчас на улице, кстати, градусов 11. А в бассейне просто жара. Супер-класс. Вон с маленькими купаются. Катюонька радуется. В детском бассейне холоднее, чем в этом. Так что будем купаться, отдыхать. Тут, значит, сауна. Финская, с гималайской солью. Сюда я не пойду. Травяная вот такая. Сейчас я сюда пойду. А сейчас вот такая хамам. Тут прям вообще ничего не видать. Здесь мне очень жарко. Я сюда не пойду. Пойду вот сюда. Здесь хорошо. О, как тут тепло. Смотрите, какие-то кнопочки тут. Это типа, чтобы, наверное, придать жару. Или ароматы. Давайте вот это нажмем. О! А, типа, водичка начинает капать. Я сяду наверх. Вот так вот. Ой! Посижу попарюсь. Вот и я. Жить хорошо. Вообще, я смотрю, тут вот в открытом бассейне. То есть вот за 2000 где здесь. Все-таки, да, оно того стоит, конечно. Бар вообще весь платный. Вот этот. Тут, в принципе, чего в баре, что ли сидеть? Все без шапочек. То есть, это, получается, вот в том бассейне, который 25 метров, то там нужны шапочки, потому что там все-таки все немного по-другому. Но вот этот бассейн, который открытый, он просто теплый, просто замечательный. Шикарный бассейн. Первая жизнь в таком плаваю. И это просто нечто. Сейчас посижу попарюсь. Здесь вот такие вот декорации, так скажем. Хорошо, тепло, парится-то. Что-то забыла я надеть тапки. Без тапок сижу. Парюсь, короче. Вышло солнышко уже. Сейчас пойдем в номер. Оставим там вещи осушиться. И уже пойдем на кофе-брейк. Или в бар. Будем дожидаться ужина. Наплавались. Будем спать, как младенцы. Короче, этот самолетик стоит 50 рублей. Надо купить жетон на ресепшн. Кать полетела. Та-та-та-та-ом. Сейчас уже начнется ужин. Ждем. Сидим. Потом будем подниматься наверх. Ужин через 5 минут. Так, время ужина. Что у нас сегодня на ужин? Салат с морковью и изюмом. Салат кальмар с яблоком. Вот такой вот. Салат с бужениной, картофелем и морковью. Типа оливье. Опять кетчуп, майонез, сметана. Огурчик, помидорчик. Корейская морковка. Макарошки. Рыба запеченная с помидорами и сыром. Какая аппетитная, какая красивая. Капуста брокколи. Припущенная какая-то. Плов из курицы. Давайте посмотрим. Ух ты, какой симпатичный пловчик. Так, а сюда еще не принесли. Сейчас, видимо, принесут. Голубцы ленивые. Мы пришли очень рано. Здесь картофель отварной с маслом и зеленью. Компот с красной смородиной стоит. Кефирчик, фрукты, пирожки с картошкой, печенье, вафли, баранки, хлебушек. Ну и, собственно, чай. Чай, чай, чай. Сейчас будем набирать. Хочет попробовать голубцов. Подождем, пока их принесут. Собственно, вот такой вот ужин сегодня нас ожидает. Вот кое-что тут набрала. Сейчас Каська поделим. Что ей можно, я и положу. Саша еще принесет огурчик и помидорчик. Пока еще никого нет. Ленивые голубцы принесли. Возьмем одну штучку на пробу. Вообще, ленивый голубец похож просто на котлету. Осторожнее. Паник пройдет. Ну, такой вот, в общем, обзор. Мы покушали уже. Опять пришли к самолету. Вообще, хотим пойти в номер, приезжать. Думали сходить до животных посмотреть. Может быть, сходим, а может, нет. Потому что сейчас опять идет туча. Поэтому, в принципе, влог, обзор. На этом я сегодня заканчиваю. Надеюсь, он вам понравился. Пишите комментарии. Ставьте лайки, сердечки. Всем в хорошем настроении. И всем пока-пока.